Девушки отдыхают Выступают группа Марсель, Баста и Кэнни Уэст Я по полюшку, по полюшку У меня вообще не было денег, вообще Я очень богатый, у меня очень много денег Мимо них Мимо них Две гитары, две судьбы Меня мама родила 25 октября Как мне говорит мама Батя в себя пришел 29-го Один в один Дети, пойдемте погуляем Я не хочу отвечать на этот вопрос Спасибо Спасибо Черепаху на руке закрутим Сейчас, сейчас, стой, сейчас, пошел Вот это Сейчас, пошли еще раз И все А потом такой Спасибо, я не в настроении Это у меня друг вот так рассказывал Говорит, я в ресторане сидел с девушкой Меня, что-то сильно на меня Там трое начали придираться Я что-то к одному И я вот так рассказываю Я одному вот так рад И вот так второй, короче, мне И второй говорит, что ты пиздишь Ты рассказываешь, устал уже Дорогие друзья Зашло сегодня солнце Но и зашло второе Сегодня у нас в гостях Наш хороший друг Человек, которого любят все Правда? Ну все Не такого человека, который не любили бы Азамата Потому что он Наша радость, наше солнышко Наше счастье Потому что всегда, когда я его вижу Хочется улыбнуться Правильно? Вот Азамата увидел такой Потому что он с собой В мешке тоске Отсюда кучу шуток Юмора и хорошего настроения Дай бог здоровья ему Дай бог здоровья Пусть когда он освободится Да, как говорят в Ростове Все у него наладится Итак, в чате нашего гостя Азамат Пасакалевич Мой Соведущий Человек Наполненный страстью Чувствами Настоящим Кавказским Хорошим настроением Мой друг Навай Также Миллионер Филантроп Никовенщик Но пират-корсар Встречайте Пока одинокий Но уже в смокинге Славка Славка Вопрос с Ебром Мы находимся Фрэнк Байбас На Мяснинской 24 Мы начинаем Первый вопрос Здравствуйте Азамат Меня зовут Полина И у меня к вам такой вопрос На шоу Я себя знаю С Чеботковым Вы вообще не скрывали Что были После классной вечеринки Слушай, ты когда последний раз пил алкоголь? А я делал в том Что я вообще особо не пью алкоголь Ну то есть Особо Я тоже особо не пью Скажите честно Сколько раз Вы в таком состоянии приходили на съемки шоу? В общем В чем заключалась вообще вся история А в этот День Прекрасно Я не могу Если он так будет рассказывать Рассказывать серьезно Этот день у меня был запланирован Как рабочий день Потому что В 10 утра Я должен был быть В шоу Двое на миллион Гостем у Павла Воли За день до этого Мы встречаемся с Пашей В глав кино И Паша мне говорит Не забудь Я говорю Паша А До этого мы были Так в шутливых В шутливых таких отношениях Я говорил Что Сколько у тебя гостей У тебя сколько шоу? Он говорит У меня столько шоу А у тебя столько шоу Шоу на ТНТ Вот все Я вам говорит Осталось только друг другу В гости пойти В шоу Я говорю Ну да, да Осталось только это Он говорит Завтра ты у меня В гостях Вместе там С кем-то С кем-то Я говорю Хорошо И вот так вот Мы поговорили с Пашей Волей Завтра в 10 утра Я должен быть У Паши в гостях В шоу Двое на миллион Я еду оттуда На мероприятие Гарику Харламову Он приобрел Караоке Я знаю Он называет Это моя работа Я ему звоню Он говорит Давай прорекламируем Ходите в караоке Гарику Название будет здесь Внизу Плашка И он говорит Я ему говорю Ты где? Он говорит Я на работе Я сейчас Он это называет На работе Он просто там сидит И все Все поют Он смотрит На работе Я говорю Хорошо Я сейчас приеду Я приехал туда Мы с ним Честно скажу Выпили Выпили много Потому что Мне много не надо Я просто выпил И все Опьянел И все Я приехал под утро Просто больше задержался Приехал под утро И проспал Передачу Павла Воли И со стороны Это выглядит Как будто Я специально Не приехал К Павлу Воли А потом К своему мотору Уже поехал На Я себя знаю Где был Чеботков И Шастун Как часто Я в таком состоянии Появляюсь Это было впервые Это было серьезно Впервые Раньше Мы в КВН Когда играли Мы часто выходили На сцену Выпившие Или там После выпьянки Или до В телеверсии Такого нет Но вот На гастролях Это бывало часто По-моему Исчерпивающий ответ Нет? Да, спасибо большое Дайте себе еще вопрос Был Не, было Не требует аплодисментов 38 лет У вас Одна и та же прическа Вы не думали Что-то изменить В своем стиле Может быть У вас какие-то Очень близкие Теплые отношения С парикмахером Вы не хотите Не, дело в том Что 38 лет У меня одна и та же прическа Все по одной простой причине Моя мама В детстве Это был пиздец просто Вот так шел концерт Группы Нана Она мне говорит Она мне говорит Смотри какие Приятные прически У ребят Я говорю А я до этого ей говорю Мне надо постричься Ну как в селе Бегаешь Без разницы Как причесан Она мне говорит Мы тебя не будем стричь Мы будем отращивать Тебе волосы Потому что смотри Какие у ребят Классные прически Мы будем отращивать Тебе волосы Моя мама мне говорит Я говорю Для чего Она мне говорит Чтобы под собственным весом Клянусь Я это выучил Под собственным весом Волосы Лежали И держали форму Потому что если они короткие Они у тебя будут У меня был одноклассник Айдар Урзалиев У него все волосы Росли перпендикулярно голове Все Ну то есть Любой волос На любой части головы Был Если провести касательную Вот Любой волос Будет перпендикулярно Этой касательной Вот всегда Я его заебывал Говорил Айдар Убери голову Не видит на доску Вот где бы он ни сидел Я везде говорил Айдар Убери голову Всегда И он говорит Ты хочешь вот так Мама говорит Я говорю Нет Он говорит Тогда мы отращиваем волосы Они будут длиннее И они будут у тебя лежать Я говорю Ладно И вот так шел концерт Группы Нана И она дала мне Вот такую массажную расческу Вот эту вот женскую Круглую Круглую Да вот Не вот такую круглую А вот такая она Вот такая Мягкая подушка С этими железными Торчащими Ежик Да-да-да Ежик Она называется массажная Она мне вот так взяла Говорит Вот отсюда Вот сюда И говорит Сиди вот так Весь концерт Причесываю в эту сторону Я вот так сидел Смотрел Группу Нана Они там Упала шляпа И она вот так сидела И периодически на меня Вот так Один раз Я просто Все-все Причесываю И вот так я сидел Весь концерт Вот так причесывался Вот с тех пор Она мне сейчас до сих пор звонит Кто тебя так причесал Перепричастись Я тебе как сказал Причесываю До сих пор 38 лет мне Большое спасибо За вопрос Дай Бог здоровья Маме Как много Конечно Как много родителей Для нас Хотят сделать хорошего Не У меня мама Очень сильно Молодец Не просто Ты понимаешь Как мама понимала Что Вот эта прическа Ведь сейчас все сошлось Спустя годы Вся страна Понимает Что твоя прическа Это твой фирменный стиль Спасибо нашим мамам За это Конечно Ты видишь какой глаз Считай Это был твой первый продюсер Который вдохновлял тебя Своей любовью и заботой Она однажды накрутила мне челку Бигуди Да Вот так она Сделала Вот этой круглой хуйней Как горячей Да Плойкой Плойкой Вот так мне сделала челку И она у меня вот так была Как знаешь Как Марай Кэрри Не Ну у тебя такой пример А у меня Как кубанские казаки Помнишь фильм Конечно Под этой Да Вот у меня вот такая хрень Была везде Я пришел в школу И все такие Блять что с тобой У меня бабушка Братан На ночь Ходила Дедушке Сейчас я накручусь Понял Возвращалась У ней все было Просто висело Волосы лежали И только здесь У ней была вот такая Бигуди Одна Одна клянусь И она с ней спала Просто Вот так Вот так Накручивала Аж корни Волос вырывала С утра просыпалась И у нее вот такая Эх девочки Сейчас бы Дайсон Да Скажи брат Ты знаешь Что дарить женщину Нет Я знаешь что заметил Я вот сейчас Недавно вспомнил Что я Никогда в жизни Не видел Где спит Моя бабушка Бабушки Братан Потому что бабушки Не спят Потому что Как ты ложишься спать Они еще что-то делают Телевизор смотрят Последнее Что я видел Вот так В детстве Во сне Перед сном Она говорила Вся Спокойной ночи Выключалась свет И утром Она уже ходила Где она спит Я никогда в жизни Не видел Чтобы она вот так Спала Лежала Никогда в жизни Я не видел Чтобы бабушка Спала Дед ложился Спать Вот так Все Спим Бабушки Не спят У них много Забот Бабушка Начинает Не спать С 60 Лет Все Женщины С 60 Лет Не спят Знаешь Об этом Почему Все Потому что Они бабушки Потому что Их внуки Начинают смотреть Где они Спят Спасибо Спасибо Можно оплатить Далями Это значит Что не нужно Платить всю сумму Сразу И можно это сделать Просто по частям Ну а для всех зрителей Вопроса ребром Специальный бонус Только одну неделю Будет действовать Мой промокод BeautyBusta Скачивай приложение Или открывай его Прямо сейчас Если оно у тебя Уже есть И получай Дополнительную скидку 10% По промокоду BeautyBusta Важно Скидка действует Только на покупки В мобильном приложении Золотое яблоко Есть бренды Исключения Меня зовут Екатерина У меня такой вопрос Азамат Благодаря тебе В принципе Узнали Что такое Город Камызяк Так вот Вопрос У тебя там есть Какие-либо привилегии Ну типа Машины с мигалками Или там Пропускают везде Либо памятник тебе Не-не У меня там мама живет Сейчас Я ей купил дом Маме Усай И она мне говорит Зачем ты мне здесь Купил дом Я говорю А что Зачем ты меня здесь Сродила Долг платит Я говорю Она говорит Можно было В любом другом месте Камызяка Купить Дом Я говорю А почему А она говорит Ну вот смотри У нас здесь живет У нее соседи Судья Мэр Ну все твои Короче герои Потом ее дом И здесь главврач Живет И она говорит Ну мне дискомфортно Я хожу И они все Вот так на меня Это вот мама Вот того Вот этого Вот этого Мне однажды Позвонили Из Камызяка Из администрации Камызяка Звонят и говорят Мы хотим Что быть мы назовем Улицу В Камызяке Или тупик Или тупик А мы сидели С Мартиросяном Он говорит Это очень смешно Будет Если у тебя будет Ну я живу на улице Азамата Мусагалиева Я даже купил бы там квартиру А кстати звучит Девушка А может доставочку Улица Азамата Мусагалиева 22 Квартира 7 Нет в Камызяке Нет таких адресов 22 Корпус Дробь Нет просто 22 Там на одной улице 1 дом 22 23 24 Я говорю Ну улица Тоже это слишком Нет Ну улица Тоже слишком Это перебор Конечно Спасибо Да Я говорю Переменуйте А можно мне Такую привилегию Чтобы я назвал улицу Придумал название Улицы Они говорят Да хорошо Как вы хотите Назвать улицу Я говорю Давайте назовем В Камызяке Улицу Массима Дути А девочка Она в администрации Работает Она говорит Кто Я сейчас вернусь Оттуда Куда ты меня послал Через 2 часа Она мне перезвонит Говорит Нет не пойдет У вас такая есть Уже Ну смешно Если бы В Камызяке Была улица Массима Дути Карла Пазолини Пересекается Сразу Как раз Там Желябова Дальше идет Ленина И Людовика 14 Людовика 14 Жизнь на Людовика 14 Никаких Осовых привилегий Нет На самом деле В Камызяке Не относится Вот он приехал И так далее Там Приезжаешь Что там Что там В Москве 150 тысяч Делаешь В моменте Ну поздоровайся Хотя бы Ну здорово Сколько 150 делаешь Если 150 делаешь А ты делаешь 150 Делаю Знаете Чего За сколько Как Не волнуй Не волнуй Здорово Как дела Как семья Как дети Как мама Как родители Как 150 150 делаешь Если 150 В Москве Делаешь Зачем Уезжал Тогда Здесь Может Было Остаться Чуть Вот Это Только Волнует Привет Вась Привет Азамат Привет Друзья Меня Зовут Дмитрий Азамат Мы знаем Что ты ведешь Мероприятия И свадьбы А казахские Мероприятия Знамениты Своими Сумасшедшими Масштабами И подарками Так Вот Вопрос Расскажи Про какой-нибудь Необычный Случай Который Тебя Удивил Либо Напугал Лучше Конечно Про Напугал Мы Поехали На мероприятие В Казахстан Нам сказали Будет Такое Закрытое Мероприятие Там Будет Всего Четыре Человека Я На таких Выступал Ты Можешь На меня Не смотреть Будет Всего Четыре Человека Мы Говорим Ну Хорошо Что Нужно Делать Нужно Просто Повеселить Рассказать Шутки Выступить Мы Говорим Хорошо Ладно Мы Приезжаем На это Мероприятие И у нас Там Есть Такой Момент Когда Я Выхожу С гитарой И Пою Переделанные Песенки Карапули Называются У нас И вот так Они сидят Вчетвером И там Сидит Ну Типа Какой-то Очень Мощный Казах Ну Вообще Ну Все Вот Они Говорят Будет Он Там То есть Там Там Был Назарбаев Но Не там А вообще В Казахстане Типа Мощный Но Это Еще Чуть Чуть Ниже Назарбаева И Все Я Вот Так Пою Песенки Пою 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 Они Вот Сидят Четвером На меня Вообще Никак Не Просто Так На меня Смотрят Я Вот В полутора Метрах От них Они Сидят На диване И я Вот Так Пою Песни Под Крыши Дома А Наши Мамы Загорали На крыше Дома Своего Вот Такие Песенки Передел Просто На Теплоходе Юности Лишают А Я Одна Стою И Берегу Такие Вот Такие Песенки Пою И Он Вот Так На меня Смотрит В Один Момент И Говорит Ты Зачем Это Делаешь Я Говорю Что Ты Зачем Ты Что Ты Делаешь Я Говорю Я Пою Вот Они Ж Не Так Поются Вот Мощный Казах А За Ним Стоят Такие Ребята Очень Охрана Я Говорю Ну Да Я Для Юмора Переделал Он Говорит А Зачем Ты Переделал Хорошие Же Песни Были Свои Бо Песни Написал Бо И Переделал Ну Вот Такую Вечь Мне Говорит Я Не Знаю Ответь Я Говорю Ну А Что Туда Спеть Он Говорит Откуда Знаю Ты Же Артист Пой Что Я Не Какую Песню Из Моей Молодости Спой Я Вот Первый Че На Гитаре Умел Играть Вот Я Первый Начал Играть Звезда По имени Солнце И Такой И Он Так На Меня Смотрите Белый Снег Пою Я Серый Лед И Он Так Делал Встает И Уходит Просто Из По имени Солнце И Охрана Такая На Меня Ёпта И За ним Ушла А эти Трое Дальше Сидят На Меня Смотрят Сидят Жесть Согретые Луча У меня Голос Вот По имени Солнце Я Все Тише И Тише Думаю И В какой-то Момент Вот Так Появляется Он Опять В Этом Зале И Очень Мощно Вот Так Идет На Меня Просто Просто Сильно Идет На Меня Вот Так А Ты Я Вот Так Я Думаю Очень Сильно Ногой По Лицу Ударит Вот Потому Что Ну Он Просто Ну Мог Это Сделать И Он Так Очень Мощно Идет На Меня И Сзади Охрана Идет И Он Подходит И Начинает Огромную Пачку Денег Сувать Мне В Вот Когда Я Сказал Песни Из Моей Молодости У 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 Голове И Ты Прям Точно Попал Вот Этой Песни Знаете Вам Деньги Я Смотрю Ну Это Где-то Четыре Наших Гонорара Четыре То Есть Мы И Все А Когда Я Начал Петь Я Встал У Смотрю Дорох Вот Так И Исчез Настоящие Друзья Типа Ел Твою Мать Сейчас Что Начнется Прощай И Мы Потом Вышли Просто Спели Еще Несколько Песен Группы Кино И Уехали Оттуда Быстрая История В Казахстане День рождения Выступает Группа Марсель Баста И Кенни Уэст Да Такое Может быть Нет Это Не шутка Один Раз Я выступал На Корпоративе Ребят Нагана Люба Успенская Михаил Шифутинский И Блэк Эй Питц В Питере Серьезно Да Причем Я пел Я быстро расскажу Вы же Выбрали песни Которые петь Ну там просто Ну самое лучшее Для нашего выступления Для нашего вообще Для корпоратива Поставили под Питером Митяй помнит Город Из декораций Я говорю Точно Нагану Да Выхожу петь Ну как выхожу петь Я Вадик Купе Просто Я Пепитер А там просто люди Взрослые сидят Женщины Взрослые С красивыми Укладки Мы начинаем ХМВП Люди Которые сидят Просто вот так Смотрят На нас Взрослые Молодняк Радуется И Ксения Собчак Она была Ведущая Она подходит На четвертой Песне Хватит Вот так Делает И все Где мы должны были Всю программу Вы Нагана Нагана Успенская Шафутинский Black Eyed Peats Я по полюшку По полюшку Это все в один день было Да В Питере Ребят На всю жизнь запомнил Знаете У президента Назарбаева У каждого там Высокопоставленного Человека Есть Анонсер А ну человек Который его объявляет Да Объявляет Я был на мероприятии Где объявляют Нурсултана Биши Назарбаева Такой человек Он говорит Ну заранее Надо предупреждать О мероприятиях Я был на свадьбе Вы меня дернули Он говорит Сейчас президент Объявишь Уедешь Мы в шатре сидим Все А я ведущий Этого мероприятия Я вот так стою И там собрались люди Все вот так ждут Выходит президент Он вот так выходит И вот этот анонсер Я слышу голос его Он такой На казахском языке На русском Это звучит как типа Дамы и господа Встречайте Президент Республики Казахстан Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев Вот так А на казахском Он вот так говорит Ханаммен Морзалар Карсаландар Вот такой голос Казахстан Республика Сыном президента Ельбасы Нурсултан Абишала Чуть не умер Со смеху Ну реально Он просто Он на очень круто Был не готов Был не готов Бля Просто я был не готов Я не знаю Чего Очень Он просто в шатре Был очень мощный Но заранее предупреждать Я был на свадьбе Был не готов Ельбаса Нурсултан Абишала И такая пауза И на фамилию Он сдался Назарбаев Так сказал А потом Я когда зашел в паузе Там приехала скорая Ему плохо У него давление И переволновался Что теперь сейчас с ним будет Потому что Назарбаев когда выходил Типа Нурсултан Абишала Он такой И все охуели с этого Назарбаев Так сказал Истерика была Раньше вы были Хорошими приятелями Или быть может даже друзьями С Александром Васильевичем Масляковым В каких вы сейчас с ним отношениях После того как он Приятеля Он Слушай После того как он Пожаловался На шоу Игра Чтобы его закрыли И предлагали ли тебе Быть ведущим Выше лиги КВН Не смотри Я с ним дружил Он со мной нет И Я его уважал Он меня нет Мы делали ему передачу Много лет И так совпало Что мы хотели Делать передачу А ему она нужна была Много лет Затем наступил момент Когда ему продолжала Быть нужна передача А нам уже Эта передача Перестала быть нужна Но нам Но нам нужно было Скормить семьи И жить дальше И все что мы А ему нет А ему в 10 раз больше И поэтому Все что не предлагалось Все отвергалось Все это Подвергалось Какому-то ревностному Обсуждению И так далее И тому подобное Сказал что Вы никто И звать вас никак И все что я сделал Это сделал я А не вы И никто вообще За все 60 лет Не имеет права Делать все что происходит В этой передаче Мы сказали Хорошо мы пойдем Та своей дорогой И так далее Я не знаю Насколько Александр Васильевич Сейчас Вообще ко мне относится Вообще не знаю Потому что Ну я никогда не могу Это спросить Я не могу Я могу ему позвонить Но спросить Александр Васильевич Здравствуйте А как вы ко мне относитесь Ну это Странно будет А страшно Во-первых Ну Будет страшно Я тебе скажу Давай сейчас наберем Васильевич Ты скажешь Ты отдыхательный человек Я в любом Сам как ты думаешь Какое отношение Я думаю Что он не очень Там Рад меня будет видеть И так далее И тому подобное Мягко говоря Мягко говоря Да Мягко говоря Вообще Сам Александр Васильевич В порядке Я надеюсь И дай бог ему здоровья 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 Да конечно А с младшим Масляковым С младшим Масляковым Ну это такое Знаю Это насаженное Такое уважение Ну грубо говоря Я ему однажды спросил С какого перепугу Я тебя должен называть Сан Саныч Вот я Почему я должен Тебя называть Сан Саныч Да Почему Ты меня на год старше Я тебе Тебе самому приятно Когда тебе говорят Здравствуйте Сан Саныч Везде В игровухе Где ты посещаешь Час там И так далее Вот везде Тебя встречают Тебя говорят Сан Саныч пришел Здравствуйте Сан Саныч Сан Саныч Но это немножко Неудобно Я говорю Тебе самому приятно Он не смог Ответь на этот вопрос Я говорю Я ну У меня язык Не поворачивается Я не становлюсь С тобой искренним Когда я с тобой Вынужден тебя называть Сан Саныч Потому что у тебя Александр Васильевич Отец Только поэтому Я тебя называю Сан Саныч Только потому Что у тебя папа Александр Васильевич Ну логично Если бы он не был Не Александр Васильевич Другое имя Ты бы его не мог Называть Сан Саныч Да Ну это вообще Со всех сторон логично И все И поэтому Как-то я Ну К Маслякову-младшему Я отношусь Никак Ну то есть При встрече Я с ним поздороваюсь Но каких-то там Общих проектов Дел Я не планирую С ним иметь Потому что Я не понимаю Что он умеет Я не понимаю Что он может предложить Резонно Спасибо Следующий вопрос А где низ? Следующий вопрос Стежкова Ксения По такую музыку хочешь Чтоб человек выходил Почему ты не придумываешь музыки Чтоб человек выходил Дайте гитару Меня я сейчас придумаю Я прошлась Походкаю Мимо них Мимо них Мимо них Прошлась походкаю Я прошлась Находкаю Я прошлась Тем, что нашла Походка И с находкой И с находкой Браво Браво Наши творческие вечера Продолжают вопрос В Жулебина В Жулебина В 7 вечера Приходите Две гитары Две судьбы Здравствуйте Меня зовут Ксения Хотела бы задать вопрос В последний раз Когда вы что-то смотрели И неожиданно для себя Расплакались Расплакался? Расплакались Я на протяжении всей своей жизни Периодически Наблюдаю киноленту Которая называется Спаситель Это старый, по-моему Французский фильм Про французского легионера Который спасал Новорожденную девочку Я, честно говоря Это 2005 года фильм И я Впервые открыл его Когда смотрел Один ночью Мама спала на диване И она проснулась Смотрит, что я плачу Она сказала Дебил И выключила телевизор С тех пор Я сам один Смотрю этот фильм Прошло время Жена проснулась И я плачу Она говорит Тебе завтра рано вставать Ты будешь отекшим Спи Сегодня плакал И я плакал в подушку Но Фильм действительно тяжелый Если Будет какое-то Слишком веселое время Для вас в жизни Посмотреть этот фильм Такой Ну, тяжелый фильм Вот этот фильм я смотрел Что я смотрел так Чтобы меня прям растрогало Храброе сердце Храброе сердце Когда он Скажи мне хоть что-нибудь И он Freedom Они из него кишки тяну Да, да, да Это женский был Плакал? Баба Вот над этим фильмом Я плакал Что еще? А человеческая многоножка А я вот никогда не смотрел Этот фильм А белый бим? Белый бим Белый бим Поплачет Человеческая многоножка Хороший фильм Очень такой Ну, это какой-то мразь Какой-то фильм, да? Не, ты что? Белый бим, черное ушко А титаник? Титаника не плакал Потому что меня выбесило Короче, раньше меня соседка Посмотрел фильм И она ВЫБесила меня Этой песней Просто Я сидел вот так На крыльце А у нее соседка Вот через форточку Она Включала магнитофон Вот так перематывала И пела рядом с ним, с этим монитофоном, да, пропевала, опять останавливала, перематывала обратно, и вот так весь день она эту песню слушала, она задолбала, и потом мне сказали, это песня из Титаник, и когда я начал смотреть Титаник, вспоминал эту соседку, и у меня изначально с негативом я начал смотреть этот фильм, в Титанике я не плакал, все, спасибо, вопрос дальше, все. Азамат, вопрос такой, смотрю, отвечаете вы достаточно серьезно, и, как мне кажется, откровенно на вопросы студии, но никак не могу понять, у вас такое выражение лица, вы высокомерный, или это просто... Я не хочу нахуй отвечать на это. Следующий вопрос, спасибо, спасибо, следующий вопрос. И у меня еще продолжение к этому вопросу по поводу Азамат. Как вы считаете, была ли у вас звездная болезнь, может быть, ее еще признаки остались до сих пор, или она вас миновала? Наверняка была, потому что очень тяжело вот так, ты, ну, вот, сначала ходил босиком за баранами, а потом такой, раз. А потом уже в обуви. Ну, сам не осознал, короче. Ну, в какой-то момент, знаешь, там, проходит человек, там, говорит, а можно с вами сфотографироваться, там, да, ты просто, ну, не хочешь, и говоришь, там, ну, нет. И проходит какое-то время, ты думаешь, что, в принципе, мне вообще не составляло никакого труда остановиться, фотографироваться. Остановиться и сказать, не-е-е-е-е! Ну, а потом, вот когда в этот момент задумывается человек, это и есть признаки того, что он задумывается на свои звездные болезни, или нет? Вот у кого есть точно звездная болезнь, это у Наваи. Точно? Точно. Да. Мы поэтому посадили его чуть пониже, чтобы как-то... Да. Подпитаться от него. Азамат, у меня к тебе короткий вопрос. Вас как зовут? Мария. Мария Гуриновича. Да. Ну, мне правда интересно. Ты богатый? Что-что? Ты богатый? Я баснословно богат. У него свой футбольный клуб. Не, я очень богатый. Ну, понятно. У меня очень много денег. А здесь другие не сидят? Не, я не знаю. Ну, был гуф, что ты говоришь? Ну, я в конце концов. Я же что? Ну, да. Пожди, скажи, что ты шутишь про гуфа внятно, четко и смотря в камеру. Это гуф, пожалуйста. Чтобы потом не было, ну, потому что он скажет. Он обидится. Обидится? Да. Серьезно? Леша, обидится? Да. Леша, ты, если ты не богат, то, ну, мне не за что извиняться. А если ты богат, то тогда прими эту как шутку. Тебе пиздец. Я-то это знаю. Но я буду первым, кто извинился перед Лешей. Нет, я первый. А, ты первый? Да, конечно. Потому что все, что я искал, думал, звучало как какой-то Егор Крит и Леха. Я извиняюсь постоянно перед ними. Лех, шутки, шутка. Это была шутка и не в твою сторону. Мы тебя любим, обожаем. Ты лучший. Аплодисменты Леши Гуфу. Егор Крит. Егор Крит, братка. Вообще, не знаю, каким хуем ты оказался в этом разговоре, но на всякий случай хочу извиниться тоже. Перед тобой аплодисменты Егору Криту. Крит, брата, Крит. Прости меня. Вдруг. Я не знаю. Вдруг прости. Все, на всякий случай. Да, да, да. Пусть будет в нарезке, но его нахуй потом... Спасибо. Ну, вот, да. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Говорят, что в юморе популярными становятся только мужчины. Азамат, ты согласен с этим? В юморе популярным становятся только мужчины? Да. Нет, я не согласен с этим. Тогда, если ты с этим не согласен, назови топ-3 девушки, кто смешнее тебя. Я назову людей, которые могут придумать быстрее и смешнее меня. Это, безусловно, Юлия Ахмедова, потому что Юля гениальный автор. Девочка, которая, еще играя в КВН, уже писала сериал «Универ» и все диалоги. Она писала диалоги сериала «Универ». Аплодисменты, конечно. Очень смешная Наталья Иперкян. Наталья Иперкян. И Дорохов. И Дорохов, когда переодевается, очень смешная женщина. Это лучшая женщина на ТНТ, честно говоря. Знаешь, как вообще получилось, что Дорох начал переодеваться в женщину? Нет. Просто мы вот так сидели, и у нас была директор команды. Она, ну, высокая. Я представляю, по сравнению Судорохова и все. Высокая девушка. Она очень высокая. И у нее такое пальто было, такое драповое пальто. И сапоги стояли. Вот просто стояли в комнате сапоги. Ну и со стороны мы, ну, на вешалке были такие, висело пальто и стояли сапоги. И мы шутили, что Гурченко пришла, переоделась. И вот, ну, с нами где-то тусуется Гурченко. Гурченко, Гурченко, мы говорили, Гурченко, покойная Людмила Марковна Гурченко. Мы сидим вот так, смотрим на это. Ну, похоже, что пришла Гурченко реально из какого-то фильма. И Дорох говорит, я сейчас приду. Забирает вот это все и говорит, я сейчас приду. Ушел, где-то нашел какой-то крабик. У него были длинные волосы. Вот так собрал волосы, надел эти сапоги, надел это пальто. И пришел, и час пародировал Гурченко. Просто пел нам песни Гурченко. Час. Я ухахатывался, я не знал, что с этим делать. Но как только он вышел на сцену, перестало быть смешно. На сцене-то не было смешно. А вот в зале это было смешно. Так, три, да? Скажи, а еще, да, и три молодых каких-нибудь девушки-стендапера. Они молодые, если честно. Юлия Ахмедова и Наталья Епрекиановна, они молодые. Хорошо. Хорошо, давай по-другому скажем. Давай молодых. Назови три имени тех девушек, которые новички в игре, так сказать. Смотри. Fresh Girls. Тварь Щербакова. Она сейчас очень смешная вроде как. Насколько я разбираюсь в смешных. А меня очень веселит. Я, к сожалению, не знаю. Мы с женой смотрим женский стендап. Но я вынужден. Вот девчонка-армянка такая. Я не помню, как ее зовут. Полненькая. Карина. Да, да, да. Карина. Короче, про переодевание женщин. У меня работала няня. Дома. Детей. Да, няня. Взрослая женщина. У тебя уже няня есть. 50-55 лет ей было. Так. И она была классная тенка, только у нее был супер головной убор. Я не знаю, как он называется. Такая, как закрученная такая штука. Ну, тети носят. Знаете, такая штука? Чалма. Как? Чалма. Как? Вот. Кандибобер. И один момент, я думаю, надо померить эту хуйню. Клянусь вам. Ну, думаю, жену разорву просто. Ну, знаешь, что я чудак. Я, короче, все. Выходим, а у нас такая полка стояла в коридоре, где выходить. Все. И жена проходит. Я такой одеваю кандибобер и начинаю разрывать. Ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай. Вау. И такой поворачиваюсь, и стоит няня. Понял просто. Фишка в том, что просто она на меня смотрит. И она уволилась на следующий день. Серьезно? Она просто поняла, что я не в себе. Я разорвал. Это я тебе показал так. Лала. Я там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дети, пойдемте погуляем. Так, блин, показывал ее все прямой. У-у-у, дети мои. Поворачивайся, она вот так стоит смотрит. А я еще задом наперед. Он выглядел, ну, разрыв, братан. Ну, вот топчик, клянусь, так задом наперед. Здесь такая штука, как берет, как будто его вздуло. Ну, а кто-то смеялся вообще рядом? Жена у меня умерла просто. Жена просто умерла. Она говорит, ну, ты идиот просто. Ну, смешно было. Когда жена тебе смеется, я говорю, что ты идиот, это лучший комплимент. Сначала закрыли музыкальную интуицию. Потом я тебе не верю. Где логика? Азамат, нет ощущения, что тебя хотят слить с ТНТ? Есть. Но... С первого дня как он туда приезжал. Когда все это начиналось, я решил, мне жена даже посоветовала, я решил, ну, жена посоветовала, я решил, что, ну, типа... Как мы все. Да. Настоящие каблуки, жена посоветовала, я решил. Ты советуешь, как я решил? Да. Что-то, как совпадаемый. Не советуй так больше, я же сам это решил уже. Я, как бы это вот так не звучало, но я такой думаю, я же на это не рассчитывал вообще. То есть этого всего могло и не быть. То есть я не рассчитывал на это все. То есть мне говорят, будешь вести шоу музыкальной интуиции? Я такой, да давайте. А что надо для этого? Ничего. Выходишь в микрофон, говоришь всем здрасте, и вот такие люди, а вот такие люди. Все. Говорю, ладно. А будешь, я тебе не верю? Да давайте. И вот... А этого всего могло и не быть. И когда этого потом не стало, ну, и как бы оно же могло и не быть. Поэтому я как бы с легкостью к этому стал. Я не лукавлю, что может быть кому-то покажется, но безусловно есть какая-то горечь, там, сожаление, что типа, ах, жалко, конечно, что там отскочило. Ну, этого могло и не быть, но это было, и я был счастлив. Спасибо. Привет, Азамат. Меня зовут Соня. У меня к тебе такой вопрос. Ты очень популярный, обаятельный, харизматичный мужчина. И понятно, что у тебя очень много женского внимания, фанаток. Были ли у тебя когда-нибудь мысли, что, возможно, ты рано женился? Что рано женился? Да, что ты, возможно, рано женился. Типа в 10 утра был. А я же в 10 утра женился. 5 апреля шел дождь. И каково было удивление оперативников? Каково? Я встал в 6 утра, поехал за букетом невесты. Овен? У них брак Овен, получается. А, брак Овен. Это Овен, да? 5 апреля Овен. У тебя когда день рождения? У меня? 25 октября или 29 октября. А почему Ильи? Ну, это у них там так принято. Короче, меня мама родила 25 октября. Как мне говорит мама. Ну, батя в себя пришел 29-го. Один в один. Да ладно, да. У меня такая история с другом есть, клянусь. И он поехал в свое село. Мать отвезли в больницу. Она была в тяжелом состоянии. В природах. В отключке была. А он поехал в свое село праздновать мое рождение. И заблудился на острове. Его перевезли на лодке. Должны были на другой берег, а перевезли на острове. И он ходил там пьяный 2 дня. 3 дня, 4, не знаю, сколько дней он был. И когда он пришел в село 29-го числа. И чтобы не говорить, что он пьянствовал 4 дня, он говорит, сегодня сын родился у меня. И все такие, блядь, 29 октября, все, давай праздновать. И родственники со стороны отца празднуют, ну, 29 октября. Они меня поздравляют 29 октября. Он говорит, блядь, 25-го он родился. Не, не может быть такого. 29-го мы точно помним, что это был 29 октября. Ну, так говорят. Я отвечу на этот вопрос так. Спасибо. Если бы я бы не был женат, то, наверное, я этих фанаток и не было бы. Наверное, бы всего того, что я добился, не произошло бы. Жалею ли я об этом? Конечно же, я не жалею. Конечно же, я не жалею. Спасибо. Я часто бываю на съемках с вашим участием. И замечаю, как вы очень быстро перевоплощаетесь из азамата обычного человека, порой даже закрытого, в азамата веселого, в азамата ведущего. Когда слышится команда «Стоп», вы сразу становитесь обратно азаматом, более замкнутым в себе, так скажем. Не вызывают ли у вас такие частые перевоплощения внутренних, может быть, каких-то психологических проблем, потому что сказывается ощущение, что вам не совсем комфортно всеобщее внимание к своей персоне? Да, сказывается, конечно. Ну, какие-то издержки. Давайте я под... Как вы находите силы в себе, то, что вот постоянно то один образ, то другой образ, смена массы? Не знаю. Это же работа, как... Девушка, знаешь, что спрашивают? Как ты потом отказываешься от этих масок, которые тебе в жизни приходится использовать? Вот что ты вышел в эфир, бах! Итак, добрый вечер, дорогие друзья! Здесь я, Губерниев! Раз, потом... Раз дома, жена говорит. Ну, как вот перевоплощение, насколько на тебе сказываются вот эти приемы, которые ты используешь? Очень, очень плачевно. Да? Конечно. Да, вот я это много раз говорил. Вот, например, шоу «Где логика». Ко мне с утра придет сегодня на ВАИ, придет Василий Вакуленко. Это с 7 утра. Они мне говорят, первый мотор будет в 10 утра, они приедут, они... И, знаете, Вася Вакуленко чуть-чуть капризничает, потому что ему нужно в 12 быть уже где-то в другом месте. Он капризничает, он всех торопит, ему надо быстрее, быстрее. Я вот так в 7 утра проснулся и такой, типа, надо ехать. Я еду, и я не веселый. Но не веселый, не веселый. А ты приезжаешь, и надо быть веселым. И ты веселый, чтобы Вася не обиделся, чтобы Ваше было комфортно, Ваше торопится, чтобы на ВАИ не обиделся, чтобы ты веселый, 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 веселый. А потом чуть-чуть опять невеселый, и второй мотор, там другой Вася пришел. И там надо быть снова веселым, и снова веселить, и снова быть, внимание держать людей. Сегодня у меня работает такая. У тебя такая сегодня работа, да. А потом дальше опять невеселый. Ты домой приезжаешь, и мозг не понимает, когда надо уже быть. Ну он чуть-чуть перестраивается. Он говорит, подожди, мы проснулись в 7 утра, мы не веселые. Ты уже жену бьешь просто и душишь, и не повезает переключиться. Да, веселый. А это я с собой заметил. Мы были вот так вон на отдыхе, с семьей я сидел. Дети бегали там по пляжу, веселились. ну а мне ни хрена не весело просто потому что и вася сейчас да я не понимаю вася как он не понимает в этот момент типа подожди давай договоримся нам весело когда нам весело или когда ты заставляешь себя что было весело чуть-чуть спасибо большое вот такая непростая работа сейчас будет выглядеть типа тяжело нам всем тяжело нет это просто так вы спросите ты мразь шахту спускался да тяжело а на стс попробуй какие психологические проблемы типа чувство одиночества или подсознательное желание всем нравится возникает у звезд шоу-бизнеса к 40 годам жизни можете на своем примере сказать какие я стал за собой замечать что мне комфортнее быть одному в какой-то момент понимаю да это даже началось когда я один жил в москве я приехал сначала один сюда семья была в астрахани и я был там приезжал меня была съемная квартира красивая такая комфортная все она была вся в зеркалах я куда ни посмотрю везде был я везде она была такая комфортная квартира я приезжал ночевал существовал этой квартире это было там периодически я приехал там месяц пожил один в москве поработал вернулся домой на месте когда так стало уже полтора года это длилось и когда я приезжал домой дети бегают что-то себя думал что в это время обычно я почему в это время шумят почему надо идти есть в это время я когда хотел ел тогда я когда хотел я включал телевизор выключал нет надо почему мы сейчас смотрим это и в этот момент я понял что мне просто комфортнее одному я вот этого испугался в какой-то момент если честно и уже привез семью в москву это это было не к сорока годам это было ну намного раньше сейчас какие психологические проблемы меня просто на протяжении всей своей жизни очень очень волнует момент нравится ли моей маме то чем я занимаюсь потому что все свое детство я помню возле себя только маму ну в большинстве своем мама была рядом со мной чаще чем отец ну и посадила в меня больше чем отец ну то есть отец не навредил по вы получается и и вот все что я сейчас ощущаю я понимаю что это вот но это наверное с мамой связано и поэтому вот какие-то такие психологические возможно ну они не проблемы это просто такие какие-то эпизоды влияет ли это на отношения с супругой мои отношения с моей мамой да конечно почему не избавляетесь от этих проблем если мешает а какая вам разница у меня такая же проблема просто с мужем да нет я почему не избавляюсь есть проблемы которые меня волнуют я ими занимаюсь есть проблемы которые мне комфортно не жить я сейчас кстати я тебя приглашаю снимаю шоу называется а м я приду да это вот как раз таки о моих вопросах самому себе и так далее я понял месячем рассказать да да и и там я говорю о том что вот нет там я рассказываю кому-то что-то например это надо проработать это надо идти к психоаналитику это надо что-то с этим делать я подумал что подожди я пришел я это рассказываю вы пришли заплатили за это деньги ну значит мои родители все сделали правильно почему я должен это идти это лечить я вот так к этому отношусь я не отношусь психологическом проблемам как к проблеме целом может быть это не мешает это не проблема для вас лично но если мне комфортно в этом жить то я считаю что нет смысла это лечить спасибо за ответ итак мой вопрос все участники команды квн камазяки сейчас с вами на тнт но по факту никто кроме вас и дорого не стал таким популярным и например вячеслав макаров который когда ушел от вас он стал ведущим одного из самых популярных шоу маска самое рейтинговое шоу на российском телевидении какой-то да да и при всем уважении голоса что вы как будто блокируете своих сокомандников и вопрос такой какие у вас сейчас отношения с вячеславом макаровым смотрите в какой-то момент когда существовала команда квн камазяки наступил момент такой пошли гастроли у команды квн камазяки и эти гастроли превратились в рутину что значит гастроли команды квн камазяки существует там двухчасовая программа который ты привозишь в город люди смотрят ее ты едешь в следующий город показываешь то же самое то же самое вот так вот проехался по десяти городам у певцов это ну с этим проще певцы рэперы они приезжают их песни ждут и их песни хочется слушать много раз хоть 10 раз хоть 20 раз он будет приезжать петь одну и ту же песню всегда будешь его ждать у юмористов это не работает ты приезжаешь говоришь эту шутку я тебе завтра же приеду опять скажу эту шутку ты скажешь ну а чё другой нет сказать скажу а я не писал я ездил вчера был в новосибирск намного сложнее да и ты каждый раз вынужден показывать новую программу камазяки в какой-то момент отказались придумывать ну эту программу хотя мы очень настаивал я на этом но ребята сказали да все и так работает поехали в следующий город поехали следующий город я сказал что тогда я отлучаюсь от вас потому что я не могу ездить и показывать одно и то же ну мне надоело в какой-то момент я уехал в москву устроился на работу и тогда ну и в общем вы уже с этого момента вы стали следить когда я устроился на работу в камазе в москву я приглашал говорю ребята давайте здесь вот такая есть возможность такая есть возможность писать работать авторами тогда оттянуть своих да кто-то согласился например дорог например там пайк даниил альси это замечательный музыкант с фигаторским образованием дроп он приехал куляс ромка кулясов приехал приехали ребята кто-то отказался сказали что нам не днем не не интересно приехал тот же славка макаров мы какое-то время вместе работали шоу однажды в россии затем славка макаров сказал что я не хочу петь юмористические песни я хочу петь песни я хочу петь песни но в блестящем костюме я говорю ну я говорю но таких по моему много слов певцов которые поют блестящим костюме он горит не мне нравится я пошел пей он пошел петь песни в блестящем костюме ну я так понял он такой говорит я хочу петь песни я говорю ну иди пой и он пошел мы не скандалили ничего мы такие типа это твой выбор мы приглашаем его команду говорит я не готов я теперь пою песню он пошел выступал где-то пел потом стал ведущим шоу маска мы все следили за этим и рады за ним за этой работой да мы очень рады за него а сейчас каких в отношениях сейчас мы с ним так получается что мы не пересекаем сейчас у нас будет шоу концерты на телеканале тнт где мы команды камазяки выступаем и у нас есть номер когда мы пригласили славку и он сейчас думает блять с маской с маской спасибо большое всем к моему я не очень сильно ответил на тот вопрос про славку макарова уже все похуй да да похуй сдох максим и хуй с ним давайте я вам просто в очередной раз обидится славка а он а мы так и хотели давайте вы так чтобы он обязательно обиделся назвать итак у нас есть помимо вопросов из нашей студии вопросы которые задают наши гости которые приходят другие наше заведение оставляет видео вопросы которые передают данным нам да смотри вопрос тебе да он офига смотри всем привет меня зовут женя я нахожусь городе уфа в ресторане фрэнк байбаста на улице верхняя торговая площадь 6 и у меня вопрос для азамата мусагалиева азамат можешь ли ты назвать самый дорогой подарок который ты дарил жене до известности и денег и самый дорогой подарок который ты подарил жене уже после того как стал известным и богатым хочу надо что дарить и однажды не общение было денег вообще ну вот все что и на мне есть вот все это было нам только на мне больше ничего не было и наступил 8 марта а мы с викторией ну начали встречаться и так далее и мама моя принесла откуда-то две кофточки он такая говорит азамат смотри вот мне а ты как кофты как ну вот такая взрослая женская кофта вот таким вот вырезом а горит вот мне зеленая лучше или розовая я такой горю зеленая такая все зеленая розовую я не знаю кому подарить что ли я говорю ну не знаю и она так оставила эту розовую кофту я ее взял и пошел отдал в вики подарил она горит и где взял кофту пошел купил ты серьезно пошел купил мне кофту и буду до тема это при просто взрослая кофта вот такая вот кофта и вот с таким вот вырезом вот так это называется джеймп не как джеймпер типа пуловер пуловер да она ее не носила но все равно было но однажды мы пришли но прошло какое-то время мы пришли домой с викой к матери мама говорит вот такая у меня есть зеленая розовую свою не могу такую найти крах был просто крат потому что она подозревала что дну нему не мог я пойти купить именно такую кофту полувир бомбовый да 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 и все это был это был крах для меня сам я часто спрашиваю ты реально пошел да 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 ну что за не психовал ты будешь одно и то же спрашивать миллиард раз сказал же нужно тоже некорректно ты на такое дело пошел что маму обманул это кража это обман просто ты две статьи пережил такое просто пожалуйста ты являешься ведущим шоу себя знаю и мы как шоу которым особенно нет идеи решили сыграть с тобой в это шоу здесь давай мы тебе зададим вопросы у тебя будет четыре варианта ответ так если ответишь неправильно должен будешь рассказать зашкварную историю про себя он ты знаешь правил чего этим надо повторяю твои слова как суфля поехали итак вопрос на экране как долго в передаче себя знаю ты смотришь на лицо дениса дорохова 85 минут 48 91 минут 25 секунд 86 минут 54 92 минут 15 91 25 почему это шоу это самый длинный выпуск 91 минут это полтора часа одна минута 25 до поэтому я смотрю очень долго смотрел на него 91 25 91 25 абсолютно верно абсолютно неверно две интеграции были их не считают а это я вот и смотрел 85 минут 48 секунд вы просто не видели я смотрел в это время но у нас проверенный факт с тобой же я не спорил когда ты меня засаживал историю зашкварной бомби аплодисменты ребят сейчас так сразу вот реально тяжело вы же подготовленный приходит но однажды я короче в селе меня часто отправляли в село бабушки с дедушкой вот просто я жил в селе и мне еще отправляют в село которое вот село по сравнению с моим селом еба село прям вообще то есть ну типа еще дальше езжай я приезжаю к ним и там уже какой-то восьмой девятый класс этом клуб вечеринка танцы одетми говорит завтра поедем на сенокос сенокос это где-то в 4 утра надо встать мне дед еще будил ногой всегда то есть я не стелили на полу и он ногой по лицу так мне будет вставай давай вставай так подходил просто босс и нет в носке у него у деда всегда была нога в носке я никогда не видел голую ногу но всегда была носка но нога в нас шерстяном носке и сверху обычный носок всегда лучшим тепленькая такая на какое-то чуть-чуть как будто припухшая нога очень такой какой-то ну как у манекена формы и он меня так это ногой будил всегда я пошел на танцы и задержался на этих танцах и когда я возвращался обратно я возвращался по берегу я возвращался и вот как я говорил в начале шоу бабка не спала она уже ходила по двору а там был уличный туалет у нас я взял снял кроссовки вот так с пятками надел их ну типа вы выскочила да и футболку так заправил небрежно и забежал в туалет туалет забежал и дождался когда бабка будет рядом и вот так вывалился из туалета и вот так за живот она говорит что такое игра всю ночь не спал всю ночь мне было плохо мне живот я целую всю ночь бегал в туалет она горит серьезно ты вчера арбуз наверное вчера ел вот этот все иди ложись ложись иди ложись бегом бегом ложись все постелила мне я лег я сплю и в это время встает дед начинает меня будить и она такая не трогай его всю ночь бедняга не спал этот не пойдет он никуда пускай лежит отдыхает и дед поехал один на сенокос я проснулся часа два дня проснулся что там дед бабка говорит он там сенокосит один я говорю надо поехать помочь она говорит да надо ну ты себя как чувствуешь еще болит живот она нет нет тогда не езжай ложись опять отдыхать и все я лежал один целый день смотрел телевизор дед приехал так мы как тело так себе ладно стыдная история стыдная история за защиту деда кино деда кино но сашкар нормально дед меня тоже очень много раз кидал дорогие друзья тот самый момент когда наш шоу завершаясь заставляет меня говорить эти слова сейчас каждый из вас должен обратиться к своему внутреннему голосу к чутью и задуматься был азамат сагалиев нечестным с нами был ли он не искренен был ли он лжив манипулировал ли он вами пытаясь очаровать вас на самом деле скрываясь под этой милой симпатичной мордашкой либо же азамат мусугалеев именно тот человек которого мы все любим знаем настоящий хороший классный симпатяга с исключительным чувством юмора как выяснилось богатым богатым обманывающим дедуську но вот человек которому любим если вы считаете что он лжец обманщик вы понимаете черную свинью и счет за сегодняшнюю еду на двойне больно закрывает свинья еще азамат если же он все-таки душечка вы поднимаете красного динозавра и и счет закрываю за сегодняшний ланч я вам решать добро пожаловать голосуем ни одной черной гряне ты не вон там кто женщина и попали весь вечер ушел говорить ты первый человек ты первый человек которому верят люди максимально зма 1 вашем шоу на спасибо большое принесите мне ребята сколько там чек сто восемьдесят три косаря власть да пошел ты попилим и сегодня что какие правила шоу до конца хорошеньким быть если хочешь я могу отдать чуть попозже если давай попилим пополам и один на карту закинул я затем на карту у тебя аплодисменту нашему гостю моему соведущему спасибо большое дорогие друзья ребят спасибо большое пока спасибо